свою страницу, как привлечь вообще аудиторию, да, чтобы она пришла и захотела сотрудничать с нашей компанией. Так, давайте, пожалуй, начнем, да, я вас всех рада сегодня приветствовать в вебинарной комнате и рада, что у вас проявлен интерес к тому, чтобы развиваться, развивать свой бизнес внутри такой огромной, насыщенной, интересной площадки, как Инстаграм. Сегодня эту тему для вас проведу я, лидер компании Essence в квалификации 20%, это Врагимли Парвин, живу я в Екатеринбурге. Смотрите, вот я решила, я вообще вебинар пересматривала несколько раз, да, думала, как его составить, несколько раз его переделывала, потому что тема очень обширная, да, и очень сложно в один час уложиться и рассказать настолько, о настолько многогранной социальной сети, как Инстаграм. Поэтому я решила, так как я 95% своей команды набрала через Инстаграм, я решила, что сегодняшнюю тему я буду выстраивать таким образом, что через призму личного роста, да, я вам расскажу и о способах, благодаря которым мы с вами можем построить свою команду или найти клиентов внутри этой социальной сети. Эта социальная сеть мне очень помогла, я в ней развивалась и зарабатывала деньги еще до прихода в компанию Essence, да, и, соответственно, когда я зарегистрировалась в нашу компанию, низшей мишенью для достижения своих целей, я сразу рассмотрела социальную сеть, как Инстаграм. Эта площадка дает огромные возможности не только для дистрибьюторов компании Essence развиваться молниеносно, но и ею пользуются такие именитые бренды, как Gucci, Chanel, Gior, да, и с успехом продвигают свои продукты, услуги на платформе этой социальной сети. Смотрите, как я начинала, вообще 95% своей команды, как я и сказала, я нашла именно через Инстаграм. Даже родственников, знакомых, всех я привела в свою команду благодаря этой социальной сети. Когда я зарегистрировалась в компанию Essence, я уже работала на платформе Инстаграм, уже два года, когда зарабатывала деньги, и, соответственно, я когда попала в Essence, я подумала, если я тут заработала деньги хорошие, да, еще до прихода в компанию Essence, значит, в Essence я тоже могу развиваться, благодаря тому, что буду вот что-то делать внутри Инстаграм. И сразу я схватилась за эту возможность, да, у меня сразу вот пошел в этом направлении, и я захотела команду тоже найти именно вот оттуда. И вот о способах нахождения людей в свою команду, да, о способах нахождения партнеров, клиентов буду рассказывать именно через призму личного успеха. Я не буду рассказывать только красивые заумные словечки, которые я знаю, да, лишь бы вам показать, что я что-то знаю. Я буду рассказывать то, что помогло именно мне, да, простой девчонке с нуля стартовать и за три с половиной месяца закрыть квалификацию 17% только в Инстаграме. И вот именно вам тоже буду рассказывать свой успех, чтобы вы видели, что наглядно, да, вот есть такой пример, и вы можете ему тоже последовать и здесь развиваться и очень круто стартануть. Вот, и как я и сказала, да, и когда пришла в компанию, я уже работала в Инстаграме, у меня есть комиссионная страница, она ли по сей день уже развивается, процветает. И вот когда я зарегистрировалась в компанию Essence, самое первое, что я сделала, я выложила на своей комиссионной странице пост о том, что я занялась новым бизнесом. Люди, конечно, подписчиков, я выложила пост, вы, наверное, видели картинку, да, с тюльпанами, она гуляет в WhatsApp очень много, там написано, требуются сотрудники. Мне очень жаль, что я сегодня не могу презентацию выложить, так как сейчас сижу, да, вот, и не подготовила, не то чтобы не подготовила, не знаю, как тут ее вводить, поэтому на словах буду все рассказывать. Вот, и я вот под этим постом написала, что я админ группы, там комиссионка такая-то, да, предлагаю вам отличный способ заработка в парфюмерной компании, без вложений, без обязательных закупок. Если вам интересно, ставьте плюсики в комментариях. Вы не поверите, так, подождите, извиняюсь, вы не поверите, в первые сутки мне было больше тысячи человек, я просто не успевала обрабатывать, я двое суток не спала до утра, пошли уже претензии, типа, вот, вы уже сутки мне не отвечаете, может, это лохотрон, я подумала, так-то выложу повторный пост с извинением перед подписчиками, да, что я просто не успеваю. Выложила я повторный пост, извинилась, написала, если еще кто-то хочет, вы можете оставить какие-то комментарии или свой, я с вами свяжусь. И вот под этим повторным постом еще 800 человек отложили желание зарабатывать деньги в компании Essence. В итоге за три дня, за три дня прихода в компанию Essence, да, я написала больше двух тысяч человек, и в первые три дня, как я пришла в компанию, да, в первые три дня, то есть я ни минуты не отдыхала, не сидела, не раздумывала, окинут ли меня здесь или что-то еще, да, я сразу начала работать. И вот за первые три дня нахождения в компании я зарегистрировала свыше 55 человек в свою первую линию. Такое число, конечно, кого-то удивляет, да, кто-то так и работает, а кто-то и за год такое количество не приводит. Вот я за трое суток привела такое количество людей, чисто благодаря тому, что выложила на своей странице пост, и люди пошли за мной. То есть они мне доверяли, они знали, что я честный админ, никогда не обманывай, и они беспрекословно пошли за мной. Вот, потом, потом, так, подождите, что-то пишите. Так, позже почитаю вопросы, честно сказать, они сбивают немножко с толку, да, хочется сначала рассказать, а потом уже отвечать на вопросы. Вот, конечно, на моей странице, да, постоянно поток людей не был бы, да, когда-то она тоже изжала бы свое, и я начала уже искать другие методы, как бы мне еще сделать так, чтобы найти себе людей в команду. Да, если я на своей странице нашла, а есть еще куча других страниц, которые ведут разные тематики в Инстаграме, да, значит, я и там могу себе найти партнера в свою команду. Что я сделала? Вообще, когда я пришла в компанию, да, я увидела, что мой спонсор приглашает людей благодаря постам в разных пабликах на плюсики. То есть, она выкладывала посты на вакансию, и, конечно, следуем рекомендуем спонсора. Я увидела, что мой спонсор может развиваться, у него все благоприятно получается. Я подумала, что не только на своей площадке, но и за пределами ее я буду тоже развиваться вот благодаря этому методу. Я пошла, нашла известные всякие блоги с кулинарными рецептами, со свадебной тематикой, с материнством, нашла, где лайфхаки всякие ставят, да, советы домохозяйкам. И мне вот удобно было работать на рекламах на вакансии, да, первое время, просто потому, что у меня уже была большая комиссионная страница, я имела возможность делать взаимный пиар с большими страницами. То есть я шла, я, те страницы, которые имели такое же количество подписчиков, как у меня, я им предлагала бесплатную рекламу, то есть они мне и я им. И вместо того, чтобы давать на взаимный пиар свою комиссионную страницу, я давала рекламу на вакансии, на то, чтобы люди пришли ко мне в эссенс. И вот в день я обрабатывала больше 500 человек, я жила так три с половиной месяца, и вот я на протяжении трех с половиной месяца, да, каждый день, каждый божий день я делала 3-5 рекламной вакансии, то есть я не халтурила, да, я не ставила их раз в месяц, не ждала огромного результата. Я не смотрела, кто ушел из компании, хоть я была новичком, но настолько у меня был большой поток новичков, что я просто не замечала ушедших. Я понимала, что те, кто ушли, на их место обязательно придут еще кто-то, да, кто захочет со мной вместе здесь развиваться. Ведь я видела, что я с легкостью ищу этих людей, да, я их с легкостью какого-то партнера, какие бы он надежды не возлагал. Вот, многие, да, вот даже в моей группе находятся, знают, что я по такому способу развиваюсь, и даже, знаете, бывает, что человек полгода в группе сидит, ты постоянно об этих способах рассказываешь, а он потом удивительно говорит о том, что, а что значит реклама на вакансии. Честно, я думаю, что на вебинаре тоже сегодня есть такие люди, да, которые с этим не сталкивались. Очень жаль, что я не могу наглядно вам презентовать это, но на словах скажу, вот, реклама на вакансии выглядит таким образом, что вы находите в инстаграме большие страницы, да, какие-то, с различной тематикой, то есть, там всякие советы выкладывают, маникюр, педикюр, макияж, то есть, различные всякие интересные темы, да, и вы можете с админом договориться о том, чтобы сделать рекламу, то есть, вы пишете, добрый день, сколько у вас стоит реклама и на каких условиях, а вам высылают прайс, условия, да, и если не устраивает, если цена рекламы подъемная для вас, вы можете оплатить ее и попросить в определенное время удобное для вас выложить пост. Пост выглядит таким образом, что на ней написано примерно такой текст, требуются сотрудники для работы в Инстаграм, отсталки-то лет, там доход какой-то, кому интересно, ставьте плюсики. В комментарии к посту можно также написать, что работа без вложений, без обязательных закупок, обучения, сопровождения, регистрация, все это бесплатно с вашей стороны, да, и предоставляется в стопроцентном размере. Ну, это на вашу фантазию, как хотите, так и делайте. Вот, смотрите, я сейчас рекомендую, да, если раньше мы больше делали акцент на большие страницы, то есть искали там, где больше 100 тысяч подписчиков, да, и там ставили рекламу на вакансии, на сегодняшний день рекомендую ставить рекламу на вакансии на маленьких страницах, просто потому, что они пока свежие, они пока, их аудитория не замучена этой тематикой, да, поэтому там заходит реклама с успехом. Да, на больших страницах тоже работает, раз на раз тоже приходится активная реклама, да, но на больших многие уже делали. За этот год, да, сколько человек на больших страницах выкладывали такого рода рекламу, что сейчас лучше бывает эффект. У меня даже были случаи, когда девочки оплачивали там рублей 100 за рекламу, где 20 тысяч, да, и 100 желающих было. Вот, девчонки даже не успевали, не все команды помогали, вот, то есть выхлоп бывает очень хороший. Вот, смотрите, когда вы ставите рекламу на вакансии, да, на что нужно обращать в первую очередь внимание. Вот вы зашли на страницу, да, она вам понравилась, дальше мы делали акцент на лайки всякие, просмотры. Сейчас лучше, во-первых, попросить статистику страницы у админа, да, во-вторых, на комментарии. Как показывает практика за последнее время, да, это лучший показатель того, что активная страница или нет. Если вы вдруг зашли, откройте четыре посты, если вы увидите, что под одними, ну, под постами одни и те же пишут, да, или же большие страницы друг друга комментируют, это значит, что это админ создал такую видимую активность, да, на самом деле ее не существует. Лучше в страницах вообще нет. Лучше берите там, где пусть даже 15-20 поставили комментарии, да, но они от живых, реальных людей, они по тематике поста написаны, просто с шаблонными, заезженными кражами. Вот смотрите, многие еще мне говорят, да, вот, фарвин, я там делаю рекламу, но у меня нет эффектов, то есть намекают на то, что я как бы за три с половиной месяца выросла на лидерскую квалификацию, да, у них что-то не идет. Вот смотрите, когда делал, развивалось этим способом, да, когда только-только в компанию вступила, я не хурила, я в день подавала трех таких, да, и я каждый, боже, больше 500 человек обрабатывала. А бывает, я смотрю на своих партнеров, да, они делают либо в раз в месяц такую рекламу, либо раз в неделю, понятно, и эффект сокращается в разы, в десятки раз, да, и, конечно, выхлоп тоже будет меньше, и поток людей в вашу структуру тоже будет меньше, если вы делаете это не так часто. У меня даже есть отдельная группа для реклам, да, и если какая-то реклама попадается активная, но дорогая, там, около 1000-2000 рублей, да, не каждый может осилить по своему карману такую сумму, мы берем, там, 5-6 человек делим между собой, около 200 рублей, получается, оплачиваем и вместе работаем над постом. Вот, то есть, вот первые 3,5 месяца, когда я пришла в компанию, благодаря только рекламам на плюсики, на различных фабриках, я пришла первую лидерскую ступень в 17%. Первый месяц я пришла не с самого начала месяца, да, а вот середины. Первый месяц я закрыла 6%, второй месяц 9%, третий месяц 12%, и четвертый, ну, не четвертый, получается, 3,5 месяца, да, прошло. Я закрыла 17%, это радости было неимоверное количество, да, и понятно, что когда я достигла лидерской квалификации, я так на себя со стороны посмотрела, думаю, ну, я же уже лидер, да, ну, я же уже представляю как-то лицо компании, мне нужно как-то еще двигаться дальше, да, создавать какой-то бренд, то есть свое лицо, чтобы поднять и уровень компании, на, ну, показывать компанию с лучшей стороны. И вот тогда у меня возникла страница, которую я до сих пор веду, в анонсе она тоже, ну, в анонсе новостей она тоже была указана, вы можете зайти, сегодня больше, больше 200 человек подписались, дистрибьюторов, вот, на нее. Вот, я создала, и я была нацелена на то, чтобы ввести ее как личный бренд. Конечно, когда я только-только создала страницу, она далеко-далеко, конечно, была от слова личный бренд, да, я просто туда выкладывала красивые фотографии нашей продукции, иногда не свои даже, то есть где-то на просторах интернет искала очень качественные фотографии, сделанные на хороший телефон или на профессиональный фотоаппарат или какая-то профессиональная фотосъемка, да, выкладывала и ставила различные тексты, тексты я старалась писать сама, или же, если у кого-то взаимствовала, то переделывала. Потом уже с ростом моей страницы, с ростом интереса, моего интереса к моей странице, когда я увидела, что пошел входящий поток на ровном месте, я поняла, что это направление работает, что мне здесь нужно развиваться, я начала уже выкладывать потихоньку себя с продукцией, себя без продукции, себя с детьми, себя без детей, детей с продукцией, детей без продукции, то есть я создавала такую обстановку на своей странице, да, чтобы сутками напролет не только о компании говорить, но и о чем-то другом. Вот скажу сразу, что я ставила качественные фотографии, тексты я старалась писать сама, если вдруг я у кого-то какой-то текст заимствовала, я обязательно его переделывала. Конечно, я не идеальный человек, иногда бывало так, что я не успеваю выложить пост, а мне срочно надо, да, я могла у кого-то текст какой-то готовый уже заимствовать и выложить. Что я хочу сказать по поводу личного бренда? Смотрите, здесь очень важно первое, сделать акцент на шапке профиля, да, я думаю, что вот у меня, например, да, в группах обучения по поводу Инстаграм про шапку профиля, вообще про личный бренд очень хорошо расписано. У меня девчонки постоянно проходят различные марафоны, расширяют эту тему, да, и выдают нашим новичкам все новый поток свежей информации, вот, и я знаю, что так как это сейчас сильная мощная социальная сеть, соответственно, многие лидеры делают на нее акцент, и я думаю, что в ваших группах обучения тоже такая информация мелькает, да, обязательно ознакомьтесь с ней. Вот про шапку профиля, да, вот тоже очень много вот у нас в группах обучения рассказывается, у других я тоже видела, что тема хорошо развернута, да, обязательно ее почитайте. В шапке профиля у вас должно быть ясно написано, чем вы вообще занимаетесь, то есть там вы аромостилист, да, или помогаете людям заработать деньги, или же, ну, можете еще дополнительно что-то о себе написать. Вот, вот я на днях наскнулась на такую страницу, там в шапке профиля тупо указан был номер телефона, больше ничего не написано было. Я думаю, что же за такая страница, да, начала листать посты, думаю, ну, может быть, в постах раскроется тема того, зачем номер человека в шапке профиля, да, я так и не увидела этого. Я не поняла, зачем человек, да, выложил свой номер телефона на всеобщее обозрение, и вот я не смогла эту логическую цепь уловить, да, соответственно, я вам рекомендую обязательно прописывать четко, ясно, чем вы занимаетесь, да, и зачем ваши контакты вообще в шапке вашего профиля находятся, и всему Инстаграму они видны. Потом, значит, дальше идем. Это уникальный контент. Уникальный контент, вы о нем, наверное, тоже много слышали, да, сейчас идет пропаганда этой темы просто везде, во всех рабочих чатах, то, что нужно иметь красивые, сточные фотографии, качественно сделанные, с какой-то обработкой в одном стилистическом фоне, да, что нужно иметь свои тексты. Вот насчет текстов, что я могу сказать? Мне кажется, что тексты, да, нам нужно стараться максимально выкладывать именно со своими мыслами, со своей стилистической направленностью, потому что, когда человек попадает на нашу страницу, да, и начинает читать то, зачем мы сидим в Инстаграме, да, для чего наша страница создана, он начинает смотреть на текст. И вот смотрите, если вы, например, человек такой сдержанный, да, не привыкли в лишний раз шутить там, серьезный, без лишней воды любите разговоры, да, и вдруг вы украли у какого-то там человека, который на лайте общается, на лике, да, текст, выложили под свой пост, и понимаете, тут возникает такая ситуация, что какой-то новичок попадает к вам на страницу, да, то есть потенциальный дистрибьютор, он читает ваш текст, ему нравится ход ваших мыслей, он думает, вы такой прикольный человек, что ему так с вами будет легко, он начинает вам писать, да, вступает в вашу команду, и он разочаровывается, он видит, что вы совсем другого склада человек, да, что у вас характер совсем другой, что вы еще в рукавицах себя держите, да, и у него, и у него разочарование, и вам трудно с таким человеком общаться, потому что вы отчасти чужим текстом, да, притянули совсем не похожего на вас человека, поэтому обязательно выкладывайте свои мысли. другое, это то, что нам нужно с вами вовлекать людей в свои сторис, в сторис можно показывать свои ежедневные будни, там, не меньше трех постов, пяти постов лучше, в сторис, обязательно в сторис тоже ставьте хеш-локации, и что я могу сказать, то, что вот многие мне говорят, типа, Парвин, я вот, знаешь, не знаю, я целыми сутками напролет сижу дома, я не знаю, о чем рассказывать людям в сторис, да, смотрите, сейчас еще и много очень документов для того, чтобы вы могли в сторис выдавать какие-то темы, то есть там есть готовые темы, и вы можете заимствовать идею оттуда, да, черпать оттуда идеи из этих готовых документов, и уже выкладывать на свои страницы. Что, например, подразумевают эти документы? Вот, например, можно снимать всякие ролики об сфере, да, если вы работаете добросовестно, у вас обязательно в ванной комнате есть наш шампунь, у вас в ванной комнате есть наша зубная паста, да, если вы пьете витамины, то вы их заменили на наш питьевой алоэ. Если вы любите всякие крема и так далее, вы обязательно пользуете серию колострум, да, и, соответственно, встали вы утром, да, открыли инстаграм, открыли сторис, и сразу своим подписчикам вещайте. Например, что можно, доброе утро, я вот только что проснулась, и сейчас буду умываться, важные дела, кстати, умываюсь нашей зубной пастой в компании Эссенс, она, кстати, без стора, и вообще мне так помогла, она удаляет прекрасный налет, справляется с кровоточивостью десель, и вообще помогает решить многие проблемы, да, связанные с полостью рта. То есть, вот это рассказали, все, у вас уже готова тема для сторис, да, это ничего сложного, это обычное течение нашей жизни, то есть, мы людям рассказываем о нашей продукции, показывая, что мы ее пропустили через себя. Дальше, пришла, сбаковали ее вместе, показали, что вам пришло, что вы для себя заказали, а что является клиентской, да, продукцией. Все показали, рассказали, по полочкам разложили. Если вдруг вы ходите на склад, да, у вас в городе есть склад, пойдите на склад в прямом эфире вместе с своими подписчиками, или же вы можете снять сторис, да, как вы туда пошли, показать продукцию на складе, как она разложена, то, что реально у нас есть склады, из которых доставляются продукты, что любой человек, который попадет к нам в компанию, да, он не будет обмануть, что он получит продукцию на руки. Потом, значит, вы можете показывать, как у вас идет работа, то есть, какая у вас дружная команда, пусть нет своего собственной группы, да, вы можете делать скрины и так далее, снимать на экран, на видео, точнее, экран телефона, да, и показывать то, что творится в вашем чате вашего наставника. То есть, не обязательно иметь свой чат, просто покажите теплую атмосферу, куда человек попадет, да, покажите, как вы запустили новичка, расскажите о том, что пришел в команду один человек. Постелок может быть очень много в сторис, может быть какой-то розыгрыш сделать, лотерею сделать, да, то есть, идей очень много, можно рассказывать бесконечно, тут главное, ваши фантазии и желания в инстаграме именно что-то выкладывать. Потом, значит, сейчас вот очень, вот мои девочки, которые были на последних марафонах, да, их учили тому, что сейчас очень актуально выкладывают видео в IGTV, потому что IGTV ниша, которая еще не занята, не пользуется, многим лень, и вот вы здесь можете стать первыми, да, и, соответственно, вот на этот пункт втянуть как можно больше людей. Прямые эфиры можно также проводить. Потом, значит, вроде бы личный бренд все рассказала, да, вот смотрите, что я хочу сказать, если вы себе правило вести личный бренд, четко ставьте себе принцип, что вы если либо это делаете, либо не делаете. Если вы это начали делать, это дело ни в коем случае нельзя запускать, не так, что, а сегодня у меня есть настроение, да, я буду там что-то выкладывать, и там месяц ничего не буду выкладывать, потому что сейчас инстаграм устроен таким образом, если у вас страница сильно-сильно активная, да, а вдруг вы резко пропадаете из этой социальной сети на продолжительное время, дальше инстаграм работает настолько против вас, что вам приходится прибегать к таким методам, как таргетированная реклама, да, чтобы покупать в инстаграм же рекламу и повышать активность на своей странице. То есть инстаграм максимально вас топит для того, чтобы вы говорили ему побольше денежек, так сказать, то если вы начали это дело, обязательно доводите до конца и делайте это непонятно. Больше двух-трех дней от инстаграм не отдыхайте. Потом это пагубно сказывается на статистике вашей страницы. Смотрите, вот мы создали страницу, да, красиво ее оформили, ежедневно там стараемся и так далее. способы есть для того, чтобы развивать свою страницу. Так, посмотрю сейчас, что вы пишете. Так, звук, 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 все нормально. Так, так, позже разберу ваши предложения всякие. Буду сейчас, раз уж я завелась, не выключайте меня. Смотрите, буду рассказывать о методах сейчас. Методов для того, чтобы наращивать свою страницу, да, очень много. Я расскажу о тех, вот я вообще рассказываю о том, чем я пользуюсь сама. То есть не то, что там модно, да, где-то там на каком-то, в какой-то красивой книжке, да, или в блоге каком-то, а именно то, что я делаю сама лично и что мне приносит результат. Вот смотрите, первый способ, да, это бесплатный, это ставить всякие хэштеги, геологи в своих постах. Если вы ставите хэштеги, да, ими тоже нужно уметь правильно пользоваться. Нельзя ставить под одним постом 20 хэштегов. Вообще ставьте 3-5. Если вы ставите много хэштегов, Инстаграм опять же уводит вашу страницу в теневой банк, потом вам приходится несколько дней работать над своей страницей, да, чтобы очистить ее от этих сорняков всяких, так скажем. Поэтому грамотно используйте хэштеги. Также они бывают высокочастотные, среднечастотные, и вот для того, чтобы у вас по хэштегам вас люди находили, да, вам нужно ставить либо среднечастотные хэштеги низкочастотные, либо сочетать высокочастотные хэштеги среднечастотными низкочастотными. То есть, вот, например, если вы поставите под постом слово «Еда», вряд ли вас кто-то найдет, потому что под хэштегом «Еда» ежесекундно выходит больше десятка тысяч постов, соответственно, ваш пост, он с 10, 20, 150 лайков, вряд ли кто-то увидит среди этой культуры. Поэтому нам нужно выбрать хэштеги для того, чтобы люди, переходя по хэштегам, нас тоже видели. Для этого и существуют эти хэштеги. Так, второе бесплатное движение, да, это, скажем, партизанские способы, что они под собой подразумевают. Смотрите, вот мы с вами можем, да, вот создали мы красивую страницу, которая привлекает внимание. Допустим, мы подписаны на какого-то блогера, да, который выложил интересный пост о том, как он заработал, например, там, первый миллион и так далее. Мы можем под этим постом ненавязчиво тоже рассказать о своей истории успеха. То есть, недлинно, просто рассказать там, да, вы так правы, да, я тоже долго время не могла себя найти, там, искала нишу, где могу заработать денег, мне ничего не подходило, с европейской компанией, которая производит по направлению естественных брендов, да, мне тут так уютно, так комфортно, такой дружный коллектив и деньги тоже, поток денег хороший. То есть, что-то наподобие такого, да, и вы можете таким образом привлечь внимание тех людей, которые открыли комментарии. И тем самым они могут перейти на вашу страницу, да, и тоже там, ну, подписаться или посмотреть, заинтересоваться тем, что вы предлагаете. Точно так же просто обычным людям подписываться, ставить лайки, да, то есть привлекать по всяческому себе внимание. Еще, знаете, очень хорошо работает, если вы хотите, например, клиентов на продукцию найти, да, вот у меня девочки неоднократно по моему совету так делали и срабатывало. Допустим, вот вы открываете мамский блок, там обычно мамы всякое разное обсуждают, да, и часто бывают такие посты, типа, девочки, я там, это, кормлю ребенка, я уже лисею, столько-то попробовала, не знаю уже, что делать, да, как вы справились с этой проблемой. И тут появляетесь вы с нашим чудным шампунем, да, брать ничего не надо, все на основании своего опыта, да, а вы как дистрибуторы должны, ну, шампунь-то уж точно потреблять, вы же голову не помыть, ну, не будете же не мыть, да, если не будет шампунь-эссен. Так что вам мешает вот эту привычную покупку делать в нашем интернет-магазине? Вот, соответственно, вы пишете, ой, добрый день, я вас так понимаю, у меня тоже долгое время была такая проблема, да, и вот я попробовала много дорогостоящих шампуней, там, средств, и мне только один помог, если вам интересно, напишите, я в директ вам скину. Вот, знаете, у меня даже девочка на странице стоматологической клиники, да, как-то вот так устраяла в разговор, и она продала одну пасту, и у меня многократно так девчонки шампунь продавали, то есть это реально работающий метод найти себе клиентов, да, или как-то привлечь внимание к своей странице, к своей персоне. Так, смотрите, сейчас еще существует очень много удобных серверов, которые помогают нам автоматизировать наши действия. Это программы, которые созданы для продвижения своей страницы в Инстаграме. Вот, самый программ, самый популярный, да, это Тулиграм, это Insta+, Insta+, Pro и Insta+, Mi. Я пользуюсь только со своей командой Insta+, Pro и Insta+, Mi. Многие, может быть, даже про эту программу не слышали, да, если вы ничего не слышали, вы просто в Гугле наберите, там все доступно в видеообучениях и так далее рассказывается. Чем мне нравится именно Insta+, тем, что эту программу никуда не нужно скачивать, то есть она вот внутри Гугла находится, да, или там Яндекс, то есть внутри браузера, и вы просто ее там находите, регистрируетесь и оплачиваете кабинет и продвигаете свою страницу. Эти программы нам помогают делать подписки, подписки, ставить лайки, комментарии, рассылки в дирекциях, то есть всю ту работу, которую мы должны делать, да, для привлечения внимания к своей странице, эти программы делают вместо нас, и они нам освобождают кучу времени для того, чтобы мы делали что-то другое, что принесет нам тоже двойной пользы. Вот, потом, потом вот один из работающих методов, да, это заказывает рекламу у известных блогеров, стилистов, также выгоднее всего делать бартер. Что подразумевает бартер? То есть вы находите какого-то популярного человека, да, из своего города или из другого города, где есть, например, склад наш, эссенсовский, предлагаете ему нашу продукцию взамен на рекламу. Вот, соответственно, у этого человека, да, должно быть достаточное количество подписчиков. чем лучше бартер рекламы, тем, что, когда вы заказываете бартер, да, вот этот популярный человек дает своей инстаграм-аудитории. Соответственно, люди так, как ему доверяют, да, и он, когда выкладывает свой личный в вашей продукции, тоже подпитывается интересом. То есть она тоже автоматически доверяет, да, думает, что, ну, он же не будет там портить свою репутацию, да, рекомендовать что-то плохое, да, это я тоже попробую. И тем самым вы можете как клиентов найти на продажу, так и привлечь партнеров в свой бизнес, как потребителей, как продавцов, так и тех, кто будет долгосрочно с вами развиваться и строить команду. Это метод. Также можно на основании взаимных репостов, да, развиваться бесплатно. То есть вы находите страницы, которые, у которых столько же подписчиков, сколько и у вас, и предлагайте взаимный пиар. Вот это история, потому что если вы развиваете личный бренд, да, не очень-то экологично, так сказать, что-то рекламировать. Лучше через взаимный пиар не каждый день, а, например, в неделю два раза или один раз, да, это все делать. Вот тоже работающий метод. Вот смотрите, до недавнего времени, да, один из самых доступных способов развиваться внутри Инстаграма, набрать быстро большое количество подписчиков, при этом недорого служили гиды. Наверное, вы натыкались на такие посты, типа, подпишись на 50 спонсоров, такого-то числа в топ, там разыграем какие-то подарки, да, вот, вот гиды, это когда вы идете в гид с спонсором, то есть за ваши, вы вкладываете какое-то количество денег, и за ваши деньги вот покупаются именно те призы, которые будут развиваться между участниками, то есть вы получать спонсором, человеком, который купил эти все призы. Вот, если раньше прокатывала, чтобы пойти, да, там, заплатить 3-4 тысячи, да, и чтобы тебе пришло 15 тысяч подписчиков, то сейчас, опять же, в Инстаграме стоят таким образом, что, когда к вам резко приходит большое количество подписчиков, он ставит вашу стрессу под сомнение и топит ее активность, поэтому я рекомендую сейчас в гивы идти, но идти в маленькие, то есть которые стоят 200, 300, 500 рублей, до 1000 рублей, да, они обычно называются экспресс-гивы, и обязательно, обязательно идите в те гивы, которые, где разыгрываются женские призы, то есть шубы, там, какие-то велосипеды для детей, да, то есть бриллианты, вот так вот, не нужно идти там в виде телефона, машины, потому что там 60% аудитории, 70% приходят мужчины, которые тоже хотят что-то выдать, а вам зачем, ну, конечно, мужчины у нас тоже работают, да, но которые из гива приходят, они, мало кто из них работает, и вот еще такой совет, если вы сделали гив, примите себе во внимание за факт, что вы должны вот после гива активно вовлекать вот ту аудиторию, которая пришла, да, в свой процесс, в свою страницу, то есть вам нужно максимальное количество человек, которое пришло, отжать в качество, удержать с собой, да, на странице максимальное количество человек, для этого, конечно, ваша страница должна быть интересной, еще очень рекомендуется во время гива проводить тоже розыгрыши, то есть что-то подарить, да, подписчикам, это их тоже очень подкупает и заставляет оставаться с нами надолго. так, перейдем к другой, к другой, одной из самых лучших способов развития в своей странице, это нашумевшая таргетированная реклама в инстаграм, что могу сказать, что благодаря таргетированной рекламе можно продвигать как посты о том, что вы ищете сотрудников, так и посты продуктов, также можно, вот если вы, например, возобирали на своей странице, вы видите, что участников, да, вас не устраивает количество потенциальных, вы можете этот пост тоже таргетировать и благодаря таргету найти другую аудиторию, да, которая тоже захочет принять участие в вашем розыгрыше, возможно, выиграет, и уже потом сам вам напишет там, чтобы зарегистрироваться или же, чтобы еще там повтор совершить. Вот, медленно мы с вами переходим к третьему способу, благодаря которому я сейчас в основном и развиваюсь, благодаря которому именно я сегодня и выкладывала в то самое видео в сторис, где у меня куча было новичков, да, это таргет. Я таргетирую на сегодняшний день свои посты для того, чтобы найти новичков в своей команде. Это очень крутой работающий метод. Если раньше я открывала ленту Инстаграм, да, я видела, что там через 10 постов одна реклама, то сейчас через каждые 3-4 поста идет реклама от Инстаграма. И вы понимаете, да, насколько быстро этот способ продвигается вперед, что все больше и больше людей для развития своего бизнеса, да, выбирают в качестве метода продвижения именно таргетированную рекламу. Многие, наверное, даже не слышали, что такое таргетированная реклама, да, это реклама, которая строена внутри самого Инстаграма, и вы ее покупаете у самого Инстаграма. Для того, чтобы таргетировать свои посты, делать таргетированную рекламу, обязательно нужно переключиться на аккаунт компании, на бизнес профи. Как это делается? Это делается через настройки Инстаграма, можно как бы в Гугле написать, да, как настроить бизнес-аккаунт, там есть подробные инструкции, ничего сложного нету, то есть вы привязываете страницу к Фейсбук, и так вот у вас получается аккаунт компании. Чем хорош аккаунт компании? Во-первых, тем, что там можно статистику отслеживать, да, таргетировать свои посты и так вот находить новую аудиторию, свежую для своей страницы. Вот я благодаря таргетингу сейчас развиваюсь, и я ищу партнеров благодаря тому, что таргетирую посты именно в сторис. До недавнего времени я автоматически настраиваю аудиторию, да, сейчас вот пару дней, как я начала настраивать, то есть ставить какие-то города, которые мне удобны, которые мне нравятся, аудиторию тоже по интересам выбирать, и знаете, так пошел выхлоп больше. То есть я вам советую именно вот таргетировать рекламу с ручными настройками, вот, может быть, вы пробовали автоматически, да, вам она понравилась. Вот, благодаря таргетированной рекламе за прошлый месяц я набрала, не помню, больше 15, что ли, дистрибьюторов в команду. Вот, я, конечно, не каждый день ее подключала, но смотрите, там лучше ставить бюджет 100 рублей, да, на один день. И вот даже если вы два раза в неделю будете таргет включать, да, это в месяц даже тысячу рублей не понравится. Если вы себе настроены развиваться в компании, да, уж тысячу рублей для того, чтобы пустить ее на таргет, вы уже найдете. Либо вы пойдете два флакона, в уход продадите, да, либо же вы лишний раз там не будете вкусняшку кушать, да, и оставите эти деньги на таргет. То есть это вполне доступный способ, и он очень работающий метод, на нем развивается сейчас очень много лидеров, много тех, кто только-только в судьбу в компании и вот хочет набрать себе команду. Опять же повторюсь, в ленте можно таргетировать также флаконы с нашей продукцией. То есть выложили бы шампунь, да, что он вам там помог, избавил от выпадения болот, от перхоти, да, таргетируйте этот флакон. Возможно, он оказывается полезным, да, для какого-то человека, который борется с этой проблемой, и он вот свою боль найдет через, ответ на свою боль в ваших постах. Еще последний метод, благодаря которому я сейчас развиваюсь и в инстаграме и в инстаграме делаю рассылки. Многие сейчас скажут, ой, это там очень декоративно, да, там еще и лидер делает рассылки, там все такое. Вы знаете, я считаю, что вот по барабану. Главное, если работает спортер, так почему бы им не развиваться? Просто сидеть без дела, говорить о том, что у тебя нет денег на таргет, нет рекламы на вакансии, нет денег, я не знаю, красиво сидеть на хороший телефон, да, если вы можете делать, ведь к нам в компанию приходит очень много людей, да, которые находятся по финансовому состоянию за чертой бедности, да, и они, например, ну, не как-то стесняются на земле развиваться, это просто не их методика. Так почему бы этим людям не придумали такой способ, как рассылки? Ведь есть у нас очень много лидеров, которые пришли в компанию, через спамовые рассылки, которые и развивают нашу доход за полгода, именно благодаря работникам. То есть это достаточно работающий метод, и я его делаю нисколько в Инстаграме, в Инстаграме тоже делаю, но делаю больше в других социальных сетях, у меня оттуда отток хороший, да, если я там, так как я мама двух погодок, не всегда я успеваю покупать рекламу и так далее, находить их, я вот могу с легкостью просто пойти, нечем без дела сидеть, да, выпадать с рабочего ритма, я могу сидеть и делать рассылки. Если вы делаете рассылки, поймите, что это метод для терпеливых, во-первых, и во-вторых, рассылки нужно не халтурить, делать от 150 до 200 штук в день, делать каждый день, даже если у вас вот 10 суток нет отдачи с рассылок, все равно делайте, потому что они имеют накопительный эффект. Приведу даже свой пример, в январе мне 14 дней с рассылок не отвечали, а потом в феврале у меня было столько регистраций, мне писали те люди, которым я разослала сообщение именно в январе. Вот, вот, пожалуй, все, да, я пишу, обычно, там требуют сотрудников, без обязательных покупок, но я не знаю, регистрация, все бесплатно, интересно, расскажу. Вот такой вот текст. Вы можете составить свой, да, в него свой энтузиазм, свои мысли, еще даже лучше, никогда не пользуйтесь шаблонами. Я всегда на месте составляю свой текст, вот, на своих заученных сайтах, да, и у меня 100% работают, потому что я в них верю. Обязательно нужно за любой метод, да, со 100% энтузиазмом, что у вас все получится, что к вам придут компанию, команду «Самые сильные люди». из всех перечисленных способов, да, я все все способы, абсолютно все я попробовала, все мне принесли, и новичков, и потребителей в команду, и продавцов. То есть, я не знаю, именно вам рассказала, что реально есть, благодаря чему можно себе построить шикную команду, да, не выходя из дома, имея в руках только один смартфон, лежа на диване. И вот из всех способов, что я рассказала, да, пожалуй, только реклама на вакансии исключает тот вариант, что к вам придет какой-то покупатель. То есть, если благодаря другим способам вы можете не только команду партнеров найти, да, но и продать нашу продукцию по продажным ценам, то, когда вы покупаете рекламу на вакансии, это, это возможность исключается. Но на моей практике еще такого не было, да, чтобы я подала рекламу на плюсики, и какой-то человек сказал, а можно я без регистрации куплю, у вас по клиентским ценам. То есть, такого не было. И я делаю вывод, что реклама на вакансии это строго найти людей в свою команду. Да, они придут, они зарегистрируются, возможно, внутри вашей команды они останутся как потребители, но, сами понимаете, после регистрации уже человек приобретает с регистрационной скидкой, да, а у вас идут баллы. Поэтому, вот так вот. Пожалуй, я у вас есть минут, я считаю, что это достаточно. Я рассказала вам все абсолютно, все, что я применяю, все, что реально приносит результаты. Я понимаю, что без презентации немножко сложно, да, особенно людям, которые только-только в Инстаграме осваиваются, но по-другому никак не получилось. Вы можете, как бы, может быть, своим спонтером обратиться, да, чтобы они вам наглядно продемонстрировали те способы, которые вас интересовали. Вот, потому что я даже по своей команде вижу, да, бывает, человек полгода в группе сидит, а потом ты ему расскажешь о тех способах, которые давно в группах гуляют, да, а он о них как будто впервые слышит. Вот, и приходится все заново объяснять, показывать, с человеком проходить за ручку этот путь, да, поэтому мы все с вами приходим в бизнес с разным багажом знаний, да, и максимально под всех не подстроишься, вот, но всегда есть место, куда расти, и даже я, да, на сегодняшний день на этих фонд не нахуй, стараюсь находить какие-то лазейки, да, вот все, что я слышу в чатах, да, что кто-то вырос, кому-то помогло, я все это применяю на своей практике, то есть я думаю, кто же поможет, вдруг у меня кто-то, благодаря этому способу, да, будет какой-то выброс, выброс там в квалификациях, да, в острове, то есть я хочу и вы тоже никогда не пренебрегайте той информацией, которую вам дают спонсоры. Так, пожалуй, я зайду в чат, почитаю ваши вопросы, потому что я провела все на одном дыхании, если я завелась, мне не нужно выключать, вот, вроде я все вам рассказала, все, что хотела, так, читаю, у вас ничего не видно, добрый вечер, всем добрый вечер, так, ну, неинтересно, ребята, но вот так вот, так, чтобы не возникло каких-то форс-мажоров, поэтому видеосвязь не включили, да, это мой первый вебинар, точнее, второй по счету, но первый именно вот из-за технических мне палаток не сложился, поэтому мы не стали экспериментировать на первый раз, с вашей стороны ну и только по дипам, и только то, чтобы вы впитали эту всю информацию, так, зачем вам реальное видео, если вам рассказывают про инстаграм, я не понимаю, так, как найти вас в инстаграме, вот анонс, который был, там ссылка указана на мой профиль, и на основной странице Essence Russia Official, там тоже стоит ссылка на мой профиль, порвим, нижний пробел, пробил, рагим лип, нижний пробел, вот так вот, так, я за месяц зарегистрировала 30, ну, Дарья, это ваш опыт, понимаете, у каждого разный опыт, кто-то у меня даже за год 30 человек не зарегистрировала, так что я вам аплодирую, вот, у меня вот такой вот опыт, что я свыше 50 человек за 3 дня привела, я день и ночь не спала, я реально не спала до 5 утра, я вот за 3 этих дня, да, за 2 с половиной написала больше 2000 человек, вы представляете, да, конечно, за 2000 человек 50, то, что пришли в команду, я даже считаю, что это мало, если бы у меня тогда был тот опыт, который сейчас у меня есть, да, я захватила бы и 150 человек, и 200, и 300 человек, понимаете, дайте мне сейчас вот эту возможность, да, я там 20-30 процентов человек точно себе задержу, поэтому у каждого свой опыт, вот, вы с какого года, я с дурка, все реально, как за 2 дня 7 человек, вот, видите, Альбина молодец, сразу видно лидеров, так, добрый вечер, почему я вижу Парвин, потому что Парвин не включил, что значит везет, Игорь, вы думаете, что иметь двое детей по годам, да, не спать до 5 утра, там 3,5 месяца напролет, это везет, вот, я знаете, когда пришла в компанию, да, когда сидела в чате своего спонсора, и когда видели мой стремительный рост, другие люди из команды моего наставника, да, они говорили, а как ты растешь, а как ты растешь, и когда они слышали, что у меня есть комиссионная страница большая, сразу такие, а, ну, тебе везет, вот, знаете, меня это так подошло, что значит везет, извини меня, когда я 2 года от патрицы, я на этой странице, я тогда даже, когда вот вступила в этот бизнес, да, вот, комиссионный, я даже не знала, что есть такие программы, да, автоматического продвижения, как инстоплюс, я все делала вручную, как реально, извините меня за выражение, как лох, я сидела, у меня каждые полчаса стоял будильник, на 7 месяце беременности, у меня даже среди, жаль, у меня стоял будильник, ночью, у меня муж даже бесился, говорил, у меня через 2 часа работа, а у тебя тут все пищит, и пищит, по духам, да, я просыпала, я вручную подписывалась, отписывалась на людей, для того, чтобы набрать на свою комиссионную страницу, и вот, когда я пришла в Эстонс, да, те плоды, которые за 2 года, вот этот непокорный путь, я начала применять, и те люди, которые спали все эти 2 года, да, где-то надеваялись, они мне говорили о том, что мне пришло, так давайте тоже, а кто тебе мешал тоже, как бы, что-то развивать до этого в инстаграме, или создать почву, для того, чтобы в дальнейшем расти, когда люди не видят в истории твоего развития, как ты там реально не спишь, как ты пашешь днём и ночью, как ты зажглась в день, и называют это вот таким вот словом, чтобы отмазать отсутствие у себя какого-то результата, да, это ну, подвывешивает, так скажем, потому что за всем стоит огромный труд, бессонные ночи, непоколебимое желание стать в лучшем теле, если у вас стопроцентно из всего тела, из всех частей тела не исходят, вы там не виноваты, понимаете, так, Краснодар, привет, всем привет, из Краснодара, у меня там очень много девочек, из Тюмени, соседний город, всем привет, так, угу, собаки, вы так считаете, больше 30, так, во-первых, для того, чтобы инстаграм не блокировал, да, больше 30-50 человек писать, я создала 5 страниц, у меня 5 страниц, в каждой я захожу, примерно по 7-10 человек отправляю рассылку, за раз получается 40-50 рассылок, в день 5-6 таких подходов, и благополучно вы сделали свою норму в 200 рассылок, вот и все, так, блокируют и удаляют ваши посты, потому что вы ставите там, наверное, большое количество хэштегов, вот, уходите там в теевой бан, или что-то еще, вот, старайтесь не нарушать правила инстаграма, тогда ничего не будут блокировать, удалять, так, плюсики воруют свои же, ну, знаете, Ольга, да, я с вами согласна, что сейчас очень много тех, кто с зайцем хочет продать рекламу, да, это очень неприятно, но все равно, когда командой работаешь, да, то есть там 3-4 человека, удается быстренько захватить людей, чтобы они не своровали эти плюсики, и раньше вот это воровство, честно сказать, не было, нам было легко, вот, легче, то есть, да, чтобы пресекать это все, а потом люди начали вот так вот некультурно поступать, добро варится, что делать? Так, много жуликов, плюс 9, что есть, так, вот так, все просматривают, и все плохой, нормально все это у вас интернет, так, ребята, я смотрю, тут у всех там, пишут про звук, 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 так, спасибо, Анжела, спасибо большое, спасибо, Айгель, спасибо, как вести страницу? Страницу вести максимально таким образом, чтобы вам внутри нее было комфортно, чтобы вы, выдавая что-то в свой блог, да, чтобы вы это выдавали с позитивом, не так, что, ой, вот мне опять нужно, блин, про крем снять, что-то, как это я заколебалась, да, снимать 10 видео, там, рассказывать про крем, не с таким чувством идти, снимать что-то, да, а с чувством вот накрасьтесь, оденьтесь, да, так, чтобы вы сами вдохновились показать себя людям, чтобы вам самим было приятно, чтобы вас кто-то увидел, да, такую красавицу, умницу, что вы там и дела в домашние успеваете, и другие какие-то моменты в жизни налаживаете, да, так еще и в инстаграмм вещаете, и всегда на позитиве. Так, так, молочи, ну, такая, спасибо. Так, я рассылаю обычные тексты, типа, в новый день требуются сотрудники в парфюмерную компанию, доход высокий, без обязательных вложений, закупок, обучение, сопровождение, с моей стороны 100% регистрация бесплатная, интересно, расскажу, вот примерно, какого плана всегда рассылаю. Да, на одном дыхании, это про меня. Так, у меня комиссия, у меня квалификация 20%, и у меня первая линия достаточно грамотно выстроена, поэтому у меня комиссия на счет 20% тоже хорошая, около 50-55 тысяч рублей. Так, интересно все, но новичкам инстаграма это тяжело. Сергей, я с вами согласна, но понимаете, инстаграм сама по себе тоже сложная социальная сеть, и я прослушивала другие вебинары, которые у нас до этого были, да, там разные темы были, поэтому я максимально свой вебинар построила таким образом, чтобы не повторяться с прошлыми спикерами, да, если вам интересно еще что-то про развитие, вы можете вебинары наши прошлые тоже посмотреть, в ютубе есть записи, вот, я вам рассказала то, что свежее, новое, то, чем я росла, да, то, что 100% работает, то есть свой опыт. Я считаю, что рассказывать опыт гораздо интереснее, чем какие-то шаблонные материалы выдавать, да, заученные, замудренные, там, красивые слова, вот, потому что, когда ты смотришь чей-то опыт, да, ты сразу, у тебя в голове лампочка, ага, если у нее получилось, у меня тоже точно получится, чем я хуже, чем она. Так, как найти ваш аккаунт? Полистайте выше, там, девочки писали, форвим нижний пробел, рогим лиф, нижний пробел. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое. Спасибо, мужа. Так, ребят, вот знаете, я вам опять же повторюсь, да, вот я хоть это постоянно в этой группе даже выдаю, да, у меня даже есть люди, которые сидят около года в компании, и они до сих пор, например, ну, из-за того, что не имели цели здесь развивать, они пропускают мимо ушей информацию, да, и когда они уже хотят развиваться, они стучатся к тебе в личку и говорят, Форвим, как мне внутри Инстаграм развивать, как ты это делаешь? и ты вот говоришь, я же скидала вот это-то, то-то, то-то, посмотри, он говорит, а где это? Я даже, честно сказать, никогда не листала чат внимательно, потому что никогда не имела цели развиваться. То есть тут даже, понимаете, даже люди, которые сидят у тебя в группах, да, наглядно, через скрины, видеообучение, ты им это все показываешь, пока им это не нужно, они за это и не схватятся, не будут, не будут менять, только потому, что ты как бы это выдал в чат, понимаете? Люди ко всему приходят сами, и когда человек сам к этому пришел, да, даже вот ту информацию, которая сегодня здесь получена, ее можно записывать в красном конспекте, да, и по пунктам пойти, каждую тему для себя уже расширить, багаж своих знаний, их с консуру обратиться. Лично вот, например, в моих группах обучения, да, каждый метод, они тоже хорошо, то есть, я не знаю, какие у вас обучения в группах, у нас вот как бы все так подробно построено. Так, Спасибо, Елена. Так, спасибо, спасибо. Спасибо, Ромелла. У меня человек в команде больше 700. Так, смотрите, продажи, насчет продажи, я никогда, даже с первого дня, да, на продаже не делала акции, я очень жалею, сейчас у меня просто бешеное желание продавать, у меня одно желание отдать детей в стадик и просто продавать по всему городу, реально, настолько я за людей продаж, да, что вот сейчас вот я даже, когда я уже смогла команду построить, сейчас вот я вошла чисто, чтобы себя по новому, получатся ли у меня продажи, то есть вот просто чисто вот себя, да, на этом новом уровне. я обязательно займусь продажами, я не знаю, я не знаю, понимаешь, но у меня всегда есть постоянные клиенты, которые, около 100 баллов мне приносят, то есть я продаю, примерно 100 баллов, я эти баллы провожу обычно под мамой, под слоидничный товарооборот, да, вот, мама у меня продает, хоть она и работает в маленьком магазине, да, где зарплата тоже невысокая, и знаете, люди с удовольствием берут наши ароматы, и гели для душа даже берут, и когда вот люди там даже среди обеспеченных родственников не могут продать продукты, для меня это удивительно, потому что моя мама, да, даже в самом-самом незамысловатом магазине умудряется в месяц по 5-7 флаконов спокойно продавать, и она уже 2-3 раза с папкой пошла на работу, сейчас она и без нее ходит, и сами дают, «Сань, принеси папку, мы там домой отнесем, послушаем ароматы, и завтра тебе выпишем заказы», и берут не только себе, берут своим дочкам, знакомым, мужьям, то есть и на подарки берут, вот, так что у меня продажи вот так и идут, через Инстаграм у меня продажи тоже были, да, но так как я на них не сильно нацелена, так, не знаю, мне кажется, что все идет на таком психологическом форме, да, пока я на них вектор не взяла, вот эта дорога у меня не прокладывается, в стопроцентном размере, когда я на них возьму вектор, да, вот что я хочу продать в Инстаграме, вот тогда у меня это обязательно тоже получится, я считаю так, то есть у меня пока настроя нет, и, соответственно, продается тогда, когда там бывают случаи, да, а так больше ко мне пишут за тем, чтобы прийти в мою команду. Так, так, значит, кстати, родственников, да, я тоже привлекла через Инстаграм, и первыми моими клиентами были именно они, они, я точнее на них подписалась, они обратно подписали, увидели продукцию, захотели попробовать, и, соответственно, у меня так вот пошли продажи первые. Спасибо большое, Акмарал. Насчет записи я не знаю, потому что я сижу с телефоном, может, кто-то записал. Так, я больше года в компании, спасибо, Жанна, это все четко. Спасибо, Акмарал. Я уже насчет комиссии Светлана ответила, что у меня комиссия около 50-50-50 тысяч рублей бывает. Спасибо, Акмарал, очень приятно. Девчонки, спасибо вам большое за поддержку, реально это был первый вебинар, я очень волновалась, но благодаря налаженной обратной связи у нас все сложилось, кто-то, конечно, опять решил, что нужно как-то себя отмазать, назвать все нереальным, сказочным, сказать, что это все, там, может быть, выдуманная, красивая история. На самом деле, это просто уформный труд. Если вы будете вот так вот зажигаться, да, и как пламя воспламенять всех в оконах, тогда у вас все получится. И коллекция нарисует, человечки к вам с охотой по теме. У меня, знаете, вот в последнее время, когда я начала Инстаграм уже хорошо вести, да, мне очень много людей звонят даже на телефон, говорят о том, что, знаете, я ваши истории смотрю, стори, смотрю вашу ленту, и если бы я, когда вступила в компанию, я знала, что можно вот так вот по Инстаграм выбирать себе наставника, я бы выбрала бы вас. Вот так вот. У меня даже с Екатеринбургом много пишут, да, и вот еще очень часто пишут, девчонки, например, которые через Инстаграм говорят о том, что, вот знаете, я пару дней уже, как услышала про компанию Essence, смотрела в интернете, убедилась, что не лохотрон, вы классные на вашу продукцию, я тоже хочу попробовать, зарабатывать. Знаете, я выбрала именно вас, потому что как-то вот энергетикой вы меня притянули, посмотрела много страниц, тех, кто могли бы стать мне наставниками, было именно вас. То есть обязательно себя выкладывайте, выкладывайте себя с позитивной стороны, вот, потому что у нас такой же бизнес, он дает людям возможность не только изменить свою жизнь, изменить качество своей жизни, вывести ее на совсем другой уровень, что по состоянию здоровья, да, что по состоянию красоты, что и по материальному уровню. Так, так, самый интересный вебинар, так, очень интересный, спасибо, девчонки, спасибо. Так, второе дыхание, спасибо большое, спасибо, спасибо большое. Да, это очень большой труд, ребята, тут халтура не срабатывает, и когда мне уличку жалуются, да, сразу халтурщиков видно, кто, знаете, раз в неделю что-то делает, а кто делает реально каждый день. Даже вот рассылки, да, бывают, что жалуются, и вообще, я, знаете, почему-то начала рассылками заниматься, я ими начала принципиально заниматься. Вот те девочки, которые у меня ныли, что у них нет денег на рекламу, да, я говорю, сделай хотя бы рассылку, они мне сутками напролет ныли о том, что вообще никто не идет, все так плохо вообще, все так дохло, никому их рассылки не нужны. Я вот, знаете, в один день села, да, вот я так разозлилась, я думаю, блин, как это у других нормально, так люди идут, а у вас прямо везде никто никуда не идет. Я вот взяла, разозлилась на себя, я думаю, сейчас вот я вам всем покажу, каково это работать на рассылках, да, добросовестно. И я, знаете, вот именно принципиально, принципиально от того, что вот ныли мне, да, что рассылки нет, я только из-за этого начала рассылками развиваться, назло всем, чтобы показать, что это работающий метод, если ты работаешь как надо, не так, как тебе захотелось, да, если спонсор сказал 200 рассылок в сутки, надо делать 200 рассылок в сутки, не 200 рассылок в месяц или в неделю, а в сутках, понимаете, у вас не будет результата, если вы будете вот халтурить везде, да, везде там обрезать, сказали вам поменять шампунь на эссенсе, меняйте, если вы не поменяли шампунь, а купили только одно что-то, там, нашу точилку, чтобы активировать в кабинет, конечно, как у вас бизнес пойдет, к вам люди заходят в ванную, там, куча, всяких шампуней, кимоты, чистая линия, я не знаю, я не знаю, халтуршок, а эссенса, нет, вы им настоятельно рекомендуете, там, избавиться от заблысения, благодаря шампуне, кто там поверит, я вам ничего не поверила, если бы у меня был бы, если бы у меня колбасный завод, да, я бы покупала колбасу седа, все бы мои родственники подумали бы, что у меня колбаса с химикатами, кто бы мою колбасу не потреблял, вы поняли, вот и тут точно так же, понимаете, халтура не срабатывает, что в построении команды, что в плане того, чтобы потреблять продукцию, так, 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 я первый раз, здравствуйте, Томская область, так, я в структуре Рахмат, у Хэдди, дорогой любимый Хэдди, и у Рахматушки, так, потому что я не включила видеосвязь, я об этом ранее говорила, так, за два дня, у меня вот новички, в прошлом месяце, три новичка, за первый же месяц работы, за то ли 6% олификацию, то есть молодцы, кто хочет, и главное, всю квалификацию, двое человек сделали самостоятельно, то есть все 400 баллов, так что я горжусь девчонками, так, а теперь хочу научиться продвижению, обязательно, Акмара, учитесь, потому что в Инстаграме, даже бесплатно, да, если вкладывать в свою душу, очень даже хорошо развивается, то есть не обязательно вкладывать там какие-то глобальные средства, для того, чтобы пошла обратная связь, даже вот в плане таргетированной рекламы, да, там хватает 100 рублей, говорю, там раз, два, три дня 100 рублей поставить на таргет, и вместе, это за 1000 рублей не составляет, 1000 рублей лишних у каждого есть, вот даже, когда на таргет ноют, да, у меня даже там типа 100 рублей нету на таргет, смотришь, этот человек каждый день, извините меня в клубах, в ресторанах, один клуб не пойди, потратите деньги на таргет, зато ты потом сможешь из твоего клуба вообще не выходить, когда ты здесь построишь команду, правильно, а вот есть такие люди, которые не умеют расставлять приоритет, они не хотят менять свои привычки, да, не хотят чем-то жертвовать, и просто хотят, чтобы на готовности все было, чтобы они просто выложили чужую фотографию, чужой тех, и при этом к ним так же, как и к какому-то человеку, который, внутри Инстаграма набирает команду, да, чтобы к ним пошел, писали, такого не бывает, спасибо, Раитка, спасибо вам большое, запись, честно, Валентина, я не знаю, потому что я сижу с телефона, я не могу записать, если кто-то записал, я буду благодарна, вот давайте, так, я смотрю, я в час уложилась, да, давайте я вам еще расскажу, как я пришла в Инстаграм, расскажу я свою историю, для того, чтобы вы понимали, что вот неважно, у человека в статусе написано, да, директор колобасного завода, или он супер крутой блогер, с огромной аудиторией, да, я хочу вам показать, что любой человек может стать вашим, если вы, как бы, захотите этого, вот я когда, компанию вступила, да, у меня уже была комиссионная страница, больше 100 тысяч подписчиков, я уже нормально зарабатывала, то есть среднюю зарплату, по России, я уже делала на этой странице, да, и, соответственно, я могла бы так, ну, ну, там сказать, знаете, я и так нормально там зарабатываю, да, там мне мамочки с двумя детьми, не нужно меня лишний раз загружать, но я в один момент начала чувствовать, что, знаете, вот, когда человек сильно активный, ему бывает мало, мало работы, я вот поняла, что я вот уже автоматизировала свою работу внутри комиссионки, да, у меня катастрофически много времени остается, и я это время трачу на фигню, я чувствую себя каким-то, знаете, мертвым человеком, я когда не работаю, я чувствую себя мертвецом, мне моя команда часто говорит, парни, поспи, парни, ты спишь, парни, не отдохни, парни, тебе пора выйти из вас, сам, я реально не хожу, я вот до трех, двух часов ночи сижу, да, просто потому, что вот настолько реально мне это интересно, настолько мне интересно, я не чувствую сна, я не чувствую холода, я не чувствую нужды, когда я работаю, и вот когда моя в инстаграме страница уже для меня примитивная, да, я уже поняла, что мне нужна новая дозировка труда, тогда я начала искать, искать всякие там другие эти, я начала натыкаться на сетевиков, это тогда были ННщики, я даже туда зарегистрировала, скажу вам по секрету, но я там так и не начала ничего делать сама, не потому, что я ленива, а просто потому, что, ну, всякие порошки, коктейли, я просто, как человек добросовестный, я просто не имею медицинского образования, да, какого-то химического, химической специальности по химической направленности, да, я не могла взять на себя вот эту ответственность, никак не смогла через себя переступить, там развиваться, и я начала натыкаться, так как у меня было очень много групп для продвижения инстаграм, да, чтобы продвигать свою комиссионную страницу, я начала натыкаться на Эссенс, смотрю, каждый, каждый человек пишет, я там в Эссенс, я обогнала зарплату мужа генерала, я такая-то, я такая-то, я была чувством в компании Эссенс, она уже в горле у меня сидела, потом я начала изучать потихоньку продукцию, увидела, что это духи, ой, а я, я вообще ароматный маньяк, если я себя называю, да, вот мне все манит, кофейные ароматы, клубника со стрибками, это все вот, различные муссы, крема для тела, да, с обалденными ароматами, это все меня так привлекает, что я просто, вот, ну, влюбилась в это, и я долгое время, на протяжении полугода, я себя жалела, я не регистрировалась, я думала, типа, ну, я такая вся бедняжка, да, у меня одна работа есть, у меня еще и двое детей, и спасибо моему мужу, он меня подтолкнул, он начал меня спрашивать, говорит, ну, вот ты же хотела какими-то духами заниматься, давай попробуем, у тебя все получится, ты доносишь информацию хорошо, да, и можешь оживить человека, притянуть к себе, давай сделай, ты пригодишься лидером, и я вот, ну, подумала, почему Генера, и как раз сидела, я один прекрасный день на своей сомиссионке, никому не мешала, и тут ко мне в деле стучится девушка, которая тоже со мной сидела в общих чатах, да, по родителям Инстаграм, мой спонсор, она занимается подарками ручной работы, и она, мне написала, что она хочет сделать, рекламу, я ей скинула реквизиты, она оплатила, и она посылает мне рекламу, я смотрю, блин, опять эти плюсики, все, я у нее спрашиваю, она говорит, да, я думаю, ну все, судьба, и я начала рисовать, и говорю, а правда, там за деньги, или они там врут, она мне начала рассказывать историю нашей ручки, говорить о том, что она за 4 месяца вышла на первую, на лидерскую ступень, да, на 25% зарплаты 120 тысяч рублей, что она мама двух погодок и декрете, вот знаете, все, больше я не думала, и вот как я пришла, да, вот на большой чек, на пассивный доход, так я и вот на него и была нацелена, и поэтому с первого дня я просто даже на продажу не обращала внимания, хотя сейчас вот очень хочу и не заниматься, и с первого дня я именно имела цель быстро выйти на пассивный доход, вот я зарегистрировалась, и вот я ни секунды не сидела, вот знаете, я даже не видела информацию о нашей компании, мне даже обучение не было, я без всякого обучения знаю, что просто у нас продаются какие-то духи, я пошла и нашла вот этих 5 человек в лишнем банке, просто на эмоциях, меня люди спрашивали, а что у вас еще продается, кроме ароматов, я ничего не знала, я пошла на наш сайт, открыла какие-то там пару разделок, увидела, что пробежал мимо глаз крем, шампунь, зубная паста, все, я пошла, все, я пошла, все, я пошла, у нас есть шампунь зубная паста, крема и так далее, то есть я даже, вот понимаете, в суть не вникала, и настолько вот это важно, эмоции ваши, что люди пошли за мной, вот так что, вот я вам хочу сказать, да, что даже если какая-то большая страница сидит в инстаграме, или какой-то человек, который вам кажется, то, что он и так обеспечен по жизни, да, не будет предлагать, ни через ссылки, ни через свой личный профиль, да, не будет подписываться и встречаться с таким людям, потому что, как показывает практика, да, наш эссот настолько многообразен, что он привлекает людей из разных социальных слоев, есть как малые иущие люди, да, которые приходят здесь и меняют свою жизнь 100%, и есть точно так же люди, которые приходят сюда, имеют очень хороший доход, да, имеют шикарную квартиру, машину, и при этом ищут, понимаете, не сколько заработок, а сколько увлечений для души, и вот этот наш эсс, да, он попадает прямо в яблочко, он становится той самой, благодаря которому человек может себя, благодаря которому он себя находит, то есть он находит электричеством для моей души, благодаря нашей компании, он не сколько из-за денег сюда может прийти, да, обеспеченный, состоявшийся человек, а сколько для того, чтобы, ну, как-то себя развлечь, и для этого наша компания представляет колоссальные возможности, реально, настолько у нас цикарная, перспективная ниша, да, ниша брендов, автоматов, что ну, меня роскошного, даже самого признанного человека, она просто не может. Так. Угу. Маленькая деревня, вот смотрите, я вот хоть и живу не в деревне, а в мегаполисе, в Екатеринбурге, я вот даже за пределы своего мегаполиса, да, тут людей даже не искала, то есть не потому, что там я боюсь на земле работать или что-то еще, да, ну, просто у меня жизнь так устроена, что муж как бы пока с работы приходит, это занимает очень много времени, да, поздно, мегаполис, пробки и т.д. и т.п., и я вот все делаю сама, то есть на мне задача погулять с детьми, на мне задача целый день проводить, у меня погодки, они в садик выходят, это очень сложно. И я, несмотря на это, да, я нашла способ развиться через Инстаграм. Вот наша сегодняшняя тема, да, это и раскрыло, это и раскрыло, что вы с людьми, в социальной сфере, прийдя сюда, да, можете спокойно здесь развиваться даже чисто через социальные сети, сети у себя дома на диване, хоть в деревню, хоть в мегаполисе, хоть в провинциальном городке, никому вообще разницы нет, откуда вы сюда попали. Главное, это ваш потенциал. Я тоже сначала жила в маленьком городе, это мне даже там не мешало, знаете, даже в студенческие годы, мне было 60 лет, ой, в 16 лет, я даже в студенческие годы, чисто на своей группе, которая у меня была техниками, да, я умудрялась в неделю заработать до тысячи рублей, 60 тысяч рублей в 16 лет, и когда говорят, что у него, кто-то пришел в 16 лет, малолетка, он там не подает надежды, меня, честно сказать, это бесит, потому что даже когда я была в кавычке малолеткой, я все равно зарабатывала побольше, сейчас, например, некоторые люди там 40-45 лет, да, могут палец за палец ударить, чтобы изменить так что это все зависит от человека. Муж, да, муж у меня хороший, поддерживает и во всем идет на встречи, помогает, сам по себе добрый человек, не добрый муж, а сам по себе хороший человек, что, конечно, первостепенно. Так, других сетевиков, вот знаете, вот у меня, например, сегодня девочка из Санель пришла, да, я ей просто рассказала преимущество нашей компании, когда я ей скинула маркетинговый план, она сама сказала, да, знаете, он реально такой у вас выгодный, там реально такие у вас шикарные выплаты и ступеньки такие хорошие, то есть человек уже побывал в сетевом бизнесе и он уже увидел сразу разницу и поймал, конечно, выгоду, поэтому, если человек действительно опытный, если вы ему расскажете преимущество нашего маркетинга, преимущество вообще нашей компании, да, даже тот факт, что мы всего лишь 3-4 года уже на российском рынке, да, это уже определяет умного сетевика, это уже как лампочка в голове, что вот эта та компания, я сейчас стартану и стану верхушкой, и все. Спасибо вам, я уже заканчиваю, уже больше часа прошло, вот, спасибо вам за внимание, спасибо вам за обратную связь, мне очень было приятно с вами поработать, дать вам что-то новое, полезное, новый глоток вдохновения, новый ориентир в бизнесе, да, я надеюсь, что вы будете с радостью применять эти знания и в скором времени достигнете хороших результатов, главное, все делать в достаточном объеме, не халтуйте, спонсоры, не вводите в заблуждение, да, потому что вы обманываете себя, никогда не расстраивайтесь насчет отходов, не обращайте на них внимания, я всегда говорю, что на отказе обещать внимания тот человек, который страдает с фигней, если вы будете работать добросовестно, вы никогда на отказе внимания не будете обращать, потому что, не будете обращать внимания, да, потому что вы всегда будете видеть поток новичков, вы будете всегда наглядно видеть, что кто-то ушел, ну, и входит на его место, вы с легкостью нашли другого человека, а это возможно только в том случае, если делать достаточно работы, Не халтурить, не обманывать ни себя, ни способа, не вводить никого за влуждение, работать честно. Всем спасибо, ребята, всем до свидания.